Выяснилось, что все в этой аудитории так или иначе понимают по-русски, поэтому я буду делать это на русском. Доклад посвящен оператору композиции. Оператор композиции – это хитрое соотношение. И здесь имеется в виду, что у нас есть отображение между двумя какими-то областями, а оператор композиции действует между двумя функциональными пространствами на этих областях. Я расскажу небольшую историческую историю. Все это управление, теория оператора композиции, можно разделить на три части. Первая часть классическая, условно называется логическая, потому что рассматривается тот случай, когда φ – это голомордное отображение единичного круга на единичный круг. И оператор композиции действует на голомордные функции. На единичном круге задается какое-нибудь функциональное пространство, типа Харки, Берли, Дерихле, и, собственно, изучается этот оператор. И вот первый этап, который нужно связать с этой теорией, это теорема Биттлуда о том, что… Ну, фактически она говорит о том, что любое голомордное отображение круга на единичном круге, которое сохраняет ноль, оно порождает оператор композиции, норму которого меньше единицы. И, на самом деле, вот это направление для оператора композиции порождается голомордным отображением плоскости. Оно, это очень большое направление и до сих пор люди изучают, хотя, казалось бы, тут совсем… Ну, композиция двух голомордных функций. Самая лучшая ссылка – это вот книжка Шапира «Composition Imperator» в своем классе «Functional Analysis». На самом деле, если мы… Ну, то есть, теория, она сводится на такие вещи, когда мы меняем отображение фи, ну, теория не отображение фи, когда мы меняем вот эти пространства Омидро и Омидро штрих и различные традициональные пространства. И вот, например, классическая теорема Ивана Хостона, она фактически говорит о том, что если у нас есть изоморфизм двух алгебр непрерывных функций, то этот изоморфизм обязательно является оператором композиции, которая порождается некоторым големорфизмом. Дальше. Ну, где-то с начала 70-х годов теория развелась так, что рассматривались различные функциональные пространства и различные, ну, вот эти Омидро. То есть, они Омидро – это измеримое пространство, ну, там, очень большой разброс, и, ну, то есть, мы меняем пространство, получаем новый оператор и изучаем его свойства. И вот изучались все свойства, которые есть, были... Ну, на тот момент уже теория оператора была хорошо развита, и как раз все вопросы, которые можно было задать про оператора, например, на Гильбертовых пространствах или просто на Панаховых пространствах, все эти вопросы задавали про оператор композиции и вот решали. Ну, тут история такая, что Эрик Норген, Эрик Норген, и у него... Он написал там какую-то работу по оператору композиции на Эрик Норген, и у него был аспирант из Индии. Этот аспирант защищил диссертацию, которая так и называлась оператор композиции, потом он уехал в Индию, и затем у него было 12 своих аспирантов, и все они написали диссертации, которые начинались с операторной позиции, там что-то, что-то, какие-то, какие-то свойства. То есть, да, изучали операторы с операторной точки зрения. И третье направление, которое я подразделяю в этой теории, это операторы композиции на пространствах Соблева. И это сильно отличается от предыдущих, потому что здесь основной целью было изучение замены переменных. Когда замена переменных сохраняет класс. Когда замена переменных сохраняет класс, и поэтому основное внимание являлось именно отображение. Допустим, мы знаем, или, допустим, мы хотим получить из Морфе что-то сохраняет класс, каким должно быть отображение. Ну, изучалось, можно с чего угодно начинать. Ну, вот, работа Соблева с 41-го года. Но здесь, в Новосибирске, это, конечно, было начато Лапьяновым, и, совместно с Дальштейном, они описали изоморфизмы пространств Соболева на РН. И затем, ну, тут очень, не только вот эти три операторных человека участвовали в РН, тут очень много людей было включено. Ну, в общем, это, например, последняя работа Лапьянова, она тоже посвящена этому самому, только только вот меняется для этого пространства. Хорошо, теперь я могу перейти... Ну, то есть, это была история, вот, а чем я... Что я делал? Мне было интересно, ну, в общем, изучить операцию композиции на пространстве Лоренса. Пространство Лоренса, оно уже, наверное, в конференции несколько раз встречалось. Ну, определение такое. То есть, например, это норма Лоренса. Пространства Лоренса, они являются обобщением пространства, пространства или бега. Ну, это что-то близкое. И... То есть, это нормальное пространство. Я хотел изучить и изучил два вопроса. Когда операция композиции является ограниченным, и когда она является ограниченным в смысле. Вообще... Ну, конечно, для меня это уже делали. Для меня это делали в том случае, когда вот тут разные пространства вводятся, РФ, РФС и РФКУ. Известны решения, когда оператор действует из ЛФКУ, РФКУ. Ну, и, собственно, вот, что касается первого вопроса. Первый вопрос, впрочем, отличает вот эту яму, которая говорит, что если оператор композиции ограничен, то тогда мера прообраза, в соответствующей степени, она контролируется мерой образа. Из этой идеи мы, в частности, получаем вот интересные следствия. Если ЦФИ – это ограниченный оператор, то тогда отображение ФИ – обладательность. Р-1 свойственного узла. То есть, прообраз в множественном мере имеет другую меру. А это, в свою очередь, корректирует нам существование производной радонной микоглина, то есть такой измеримой функции, что мера прообраза вычитывается как интеграл этой функции. И это позволяет нам получить вот такое аналитическое описание, которое выглядит, мне кажется, лучше, чем лема-1. Отображение ФИ порождает ограниченный оператор на пространстве входных, тогда оно удовлетворяет n-1 свойства узла, и производная радонная микоглина, то есть тогда, когда производная ограничивается мерой образа, ну, имеется в виду, вот эта минальция выполнена для любых измеримых В, для любых измеримых функций В. И вот здесь я хотел бы привести два примера, которые... ну, которые можно показать. в общем случае этот оператор в цепи его действует из L, R, S, здесь Y, здесь некоторая алгебра и мера ν, так вот, первый пример, ну, самый простой. Пусть X, Y это плоскость R2 и ФИ отображение F, оно действует из R2 в R2 и оно дождественное. то есть просто рассматривает дождественное отображение. А меры... ну, в общем, меры... ну, это всё мера лидера. Мера лидера. Вот, и мы просто варим... А! Запишем вот это условие для какого-то простого отображения. Во-первых, производная радонная микоглина, она будет единиться почти всю. и у меня будет единица. Тогда всегда вот это условие, оно записывается как... у нас первая идиница D, D, Y, меньше либо равняется, K, меры В, и V, на Т. Поскольку это равняется единице, то у нас тут тоже мера В, и какая мы получаем, я перенесу это сюда, мера В в степени В и вот теперь... ну, это для любых В, когда я могу меру В, стрелять по нему В. и тогда не нужно, чтобы вот эта величина, чтобы она не стремилась с тем, для этого нужно, чтобы P... G, F, R, R, — D должно быть больше больше либо равняется пуля сейчас не, наоборот, то я устремляю b b беру манья и мне нужно, чтобы это оставалось больше единицы поэтому нужно, чтобы степень была официальной да, чтобы было меньше единицы и означает, то есть мы получим меньше либо равно единицы меньше либо равно меньше либо равно вот, и здесь мы получаем вот такое условие, что это меньше либо равно r, и оно естественно в том смысле, что когда изучает оператор композиции, который действует на пространстве либеда то есть такой цепень действует из r, 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 p, то изначально предполагает, что r больше ну иначе у нас просто не получается ограниченный трактор это первый пример а второй пример такой второй пример такой мы рассмотрим вот я напишу и пускай действует из r2 r2, но действует таким образом, что каждому кубу и здесь мы рассмотрим обычную меру либеда это мера либеда а здесь мы рассмотрим меру, в которой мы рассмотрим так, чтобы здесь у нас была 1 ну, то есть мы на это считающие меру ну, так можно назвать а это считающие меры и запишем то же самое а в то же самое условие в этом случае в этом случае так же производная ладона никодима будет равняться 1 почти всюду почти всюду на r2 будет равняться 1 почти всюду на r2 и точно то есть мы берем все то же самое у нас получается 1-2 равняется h v который делит на r минус 1 который делит на r вот ну, в этом случае от того, что мы устремим бесконечности у нас ничего плохого не будет потому что мы всегда будем получать либо 0, либо 1 поэтому мы b устремим то есть b устремим бесконечности вот и тогда, чтобы неравенцы сохранялись нужно, чтобы наоборот чтобы r минус 1 было больше, чем больше, чем 0 то было больше, чем 0 то тогда мы не получаем b больше, чем 0 то есть условие, которое противоположно тому, что было там и ну, эти два примера они для того, что у нас поскольку у нас вот вот эти меры и аудеры они призвольны, у нас тут большое разнообразие то есть объект отличается такой ну, интересным так теперь то, что касается ограниченности оператора снизу ну, вот эта теорема она практически симметрична той, что была для того, чтобы оператор был ограничен снизу нужно, чтобы производная разнообразная необходима была больше, чем мера и я только степень проведения не знаю но, интересно то, что мы можем больше закончить мы можем описать или сказать когда оператор композиции является инъективным когда его образ является данным ну, вот ключевое здесь, конечно что у нас вот эти параметры s то есть у равняется s здесь у нас q s ну, чтобы получить ну, это для того, чтобы это было ограничено мы получаем это и по этой две теоремы и теорема которая была выше позволяет описать изоморфизм 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 пространство изоморфизм ну, под изоморфизм здесь понимается понимается отображение ну, то, что это объекция выполнена двусторонняя оценка на смысл и отображение порождает изоморфизм пространство изоморфизм в таком моменте что вот эти алгебры вновь непредвольные и нам также нужно еще перебовать чтобы прообраз б равенство а вот да я думаю что спасибо спасибо за это спасибо 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 мне не нравится например вот основная у нас вот эти леса они вот здесь как-то это совпадается пространство море допустим не небес а через пространство море тоже достаточно интересно они просто в дифурах очень популярны пространство море больше чем небес но это так и мягче я запомнил налоги отображения с ограниченными с конечным искажением есть искажение вот у меня же основной достаток здесь состоит в том что тут же пространство лоренца а не пространство особого лоренца то есть производных пока нет я просто хотел мне было интересно как вообще это все работает то есть если будут производные наверное будут отображения с такими скажем просто измеримы тут достаточно измеренности и она и остается измеримы производных не там ничего не было да так я